Ситуация с птичьим гриппом в стране обострилась. На этой неделе резко выросло число погибших пернатых. О массовом падеже стали заявлять птицеводы из разных уголков Казахстана. Всего пострадало, по данным профильного союза, уже 9 областей. На севере, где началась вспышка, крематории не справляются с количеством погибшей птицы. Машины по сжиганию работают в круглосуточном режиме. Возле Петропавловска открыли новый скотомогильник. Трупы сжигают тысячи. Перевернули, если надо, работает сутками. В сутки он сжигает сейчас 20 тысяч голов птицы. Мы здесь уже работаем где-то в пределах 8 дней. Вот они где-то в пределах 150. 140-150 тысяч уже птиц сожгли в этом. Очень мощный, высококачественный. Отходы пепел, значит, получается чистый пепел, который можно использовать для удобрения. О проблеме птичьего гриппа впервые заговорили в высоких кабинетах на левом берегу столицы. Сенаторы заявили, что Минсельхоз скрывает реальные цифры. Депутаты говорят, масштабы падежа катастрофические. Погибло уже больше миллиона пернатых. По данным Союза птицеводов Казахстана из-за птичьего гриппа в Североказахстанской области зарегистрированы потери 768 тысяч 800 голов на двух птицефабриках и 360 тысяч голов на одной птицефабрике в Костанайской области. Только на трех птицефабриках количество умершей птицы составило более 1 миллиона 128 тысяч. Но у МЧС другие данные. Они, кстати, ссылаясь на комитет ветконтроля того же Минсельхоза, заявили, что за 20 дней с сентября в Казахстане недосчитались 500 тысяч птиц. Кому верить? Сенатор Мусин полагает, что профильное ведомство, вероятно, играет со статистикой, чтобы не выплачивать компенсацию. Интересно, у кого научились? Но в Минсельхозе парируют, мол, они считают только ту птицу, смерть которой от гриппа подтвердили в лаборатории. Поэтому в официальных бумагах значатся не 9 областей, а всего 6, и не миллион, и даже не 500 тысяч, а всего 300 тысяч погибших кур и уток. Владелец скота и птицы должен незамедлительно сообщать в ветеринарной службе региона о начавшемся падеже. Поэтому мы можем сейчас вам предоставить данные только по тем птицефабрикам, которые официально обратились, и где выезжала и работала комиссия, ветеринарная служба, которая фиксировала официально акты падежа и утилизировала данную птицу. Те заявления, которые сейчас имеются в средствах массовой информации от владельцев птицефабрик, что якобы у них падеж составил определенное количество птиц, в случае, если это не подтверждено работой комиссии, результатами работы комиссии, мы не можем вам на сегодняшний день подтвердить данную птицу. На некоторых птицефабриках, как уверяют в Минсельхозе, вообще отсутствовал ветеринарный учет. Бизнесмены самостоятельно отключали вентиляцию, птица погибла, утилизировали ее, не дождавшись комиссии. Поэтому от чего именно умерли куры, теперь и не узнать. Это первый раз в Казахстане промышленный птицефабрик. От испуга, от всех этих, может, неправильные действия делали. У Министерства хозяйства, почему разница, мне тоже непонятно. Мне тоже непонятно. Фактически там падеж был. В Союзе птицеводов просят перестать искать виноватых, а спасать производство, которые буквально разорились. Сейчас она массово пошла. Она уже, считайте, дошла до Восточного Казахстана с той границы. И в России полыхает. Мы сейчас занимаемся чем друг на друга. Кидываем тот виноват, этот виноват. Там, ну, это же, сейчас же надо спасать страну, наверное, чтобы она без птицы, без продукции, птицеводской продукции не осталась. А потом уже разбираться. А спасти птицефабрики можно только деньгами, считают эксперты. Выделять больше субсидий. Ведь из-за птичьего гриппа в этом году Казахстан может недополучить больше миллиарда яиц. Обеспечить население может и хватит. Другой вопрос, по какой цене. Но вот на экспорт наша продукция уже точно не пойдет. Даже когда карантин снимут. Снимут.